Вот когда вы в первый день так удивлялись специфическому подходу Аарона Штенберга к текстам Достоевского, когда он сформировал семью Карамазовых, так как ему было надо, в соответствии с еврейскими источниками, или оценил ситуацию с проблемой человеческой личности, ее самости, соотношения с миром, и, подзаложив туда в основу, значит, соответствующую цитату из трактата Брахот, вчера я вам хотел показать, каким образом явный ученик Германа Когена Матвей Каган проделал эту же операцию по оценке ситуации соотношения иудаизма с христианским миром, вставив туда довольно сложные, сложным образом цитаты из Лермонта, то сегодня вам предлагается самим, когда приедете домой, взять вполне доступную книжку шестого на весах Иова и посмотреть, из чего исходит Лев Шестов, он же Шварцман. Желаю оценить мировоззрение Достоевского, который пишет такие сочинения, как «Сон смешного человека» и «Кроткое», «В сне смешного человека», говорит Шестов. Подполье представляет собой тот второй мир, которого не видят люди, не видящие Бога, которые вслед за спинозой готовы считать, что Бог им не обязательен в их рассуждении. Но интересно, что в качестве описания этого мира, а миров у нас как бы два, либо подпольный мир, подпольного человека, либо в «Сне смешного человека» некий мир сна, куда герой улетает на некую звездочку, совершенно неожиданно вдруг. Шестов говорит, что Достоевский, видимо, во сне ощутил себя в таком виде, как будто бы к нему подлетел некий ангел смерти, и сочинение называется «Лицо смерти». Обратите внимание, как оценивается лицо смерти. И этим ангелом смерти, те из вас, кто видел это сочинение, могут себе представить, что это не что-нибудь о колеснице из Екиля, которое там подробно описывается, не называется, а просто, говорится, подлетел ангел со многими очами, которые сияли, и которые, значит, если бы этот ангел совсем ангел смерти унес душу Достоевского, то как бы мы ничего бы с вами и не получили. Но он оставил ему те два глаза, из своих многочисленных глаз, колесницы из Екиля, представляете, как выгодно? Как нечто. Куб, состоящий из глаз, колеса, состоящие из глаз, которые, да-да-да, и они во всех возможных плоскостях не синхронно крутятся. Я не хочу более подробно это описывать. Одна из просто каббалистических практик предусматривает представить себе собственное тело перед собой, и так, чтобы эти глаза расположились в суставах, раздвинулись, так сказать, ваше тело, сдвинули обратно, вернулись, так сказать, вернулось ваше тело. Вот попробуйте такую практику, значит, проделайте. Уверяю вас, что это нетривиальный момент. Но нас сейчас интересует еще раз, вот уже третий вариант, когда еврейский, так сказать, философ, хотя никогда шестов себя таким не называл, считается откровенно русским философом, когда он предлагает, значит, рассмотреть Достоевского и его вот это двойнемерие не как там душевное подполье, не как фритистские какие-то вещи, не как просто сон, и не как какие-то представления об одвустороннем, мистические, а как вот результат, значит, попадания этого самого гражданина, который прилетел, ангел смерти. Самое смешное, что дальше? Довольно подробно разбирается вопрос о том, как, значит, Достоевский реализовал в своих безграмотных героях, а шестом даже позволяет себе сказать, что о Платоне и Аристосе или ничего не слышал Достоевский, я слышал только о каком-то современном французском философе, которому все это приписано, уверяю вас, это такая же игра, как все остальное. Вот. Значит, вот вдруг заканчивает это так, что статья уже разрастается, уже надо заканчивать не потому, что исчерпан вопрос, но надо понять одно, что, как говорили старые мудрецы, значит, тот, кто говорит, что Бог существует, тот не имеет Бога. В двухтомнике шестого вопроса философии приложения, где все вроде прокомментировано, что можно, написано совершенно замечательно. Источник цитаты не отыскан. Ну, я, значит, подумал, конечно, нехорошо о том, что это такое, но воспользовался походом на бережок с Ури, чтобы его спросить. Ну, понятно, какой последовал ответ, да? То есть, это мои монеты, так сказать, самая маймонетская точка зрения, другой не бывает. Вот обратите внимание, насколько сегодняшние историки философии, которые готовы вам описать любого Лютера, любого Аристотеля, сколько хотите Спиноза, понимают, что это что-то, что если человек пишет у старых мудрецов, написанный источник действительно не разыскан, да? Откуда же им его разыскать? Вот. И эта книжка... Какая разница? Это еврейская точка зрения. Меня вот сейчас совершенно не волнует вопрос о том, значит, кто конкретно, хотя это очень близко к моей монетской точке зрения. Потом, ну, ясно, что никакого этого бердичевского царика никто, конечно, не читал. Мы этого сейчас не знаем. Он сидел в Женеве, учился в Германии. Насколько он этим интересовался? Я, кстати говоря, вообще работ по именно еврейским источникам товарища Шварцмана никогда не видел. Если, значит, единственное, что многократно перепечатывается работа профессора Аркадьского университета Владимира Пакеровна о, значит, еврейских источниках мышления шестого. Я бы хотел понять, что он в них находит. Мышление. Я не знаю, что это. Ну, так сказать. Раза четыре. В разных местах под разными названиями. Соответственно, то же самое, что касается Штейнберга. Многократно профессор Столович, просто профессор, так сказать, философии Тартусского университета массу статей написал, никогда не поинтересовавшись именно источниками этими. Я вам серьезно говорю, ну, где же написано, если цитата идет, ну, такая прямая, не важно кого, важно же сугубо еврейская, и обсуждается вопрос о том, что Бог должен быть обязательно не виден, что как только проблема как раз западной всей философии была именно в том, что если только мы скажем, что Бог видим, и что, значит, мы посмотрим при этом на идеального человека, и будем считать, что создал по образу и подобию своему, то тем самым взглянув на человека или на идею человека, неважно, мы поймем, каким является Бог. И вот вся европейская философия, в 6-ом там подробнейшим образом излагает, отказывается от идеи, значит, связанной с тем, что мы можем себе представить этого самого Бога. В ответ на это, все это проанализировав, в конце своей книги, не давая точной ссылки, 6-ом совершенно спокойно говорит о том, что тот, кто скажет, что он существует, утрачивает Бога. Что для, так сказать, евреев не имеет значения, какой образ. Мы не говорим, не исследуем проблему существования Бога. Почему? Опять посмотрите на структуру Писания, то, о чем я много раз говорил. Она не с буквали начинается. Отсюда и вся символика Алифа, да, на человека, и пересечения, и первое, ну и все такое. То есть этого просто нет в еврейском законе. То есть еврейская мысль определяется не тем, кто сколько процитировал, а у кого какая картина мира находится. Так вот, в принципе, надо сказать, что я сейчас подробно говорить не буду, это дома, посмотрите сами, потому что там очень много придется разбирать его отношения, просто классической философии, что как бы нам сейчас только будет мешать жить. Хотя книжка вполне квалифицированная. Вот, я имею в виду на весах и оба, да, понятно, что я имею в виду, это первое ее право. И если вы посмотрите дома в качестве, так сказать, вам развлекалки, просите предисловие к этой книге, и вы увидите там рассуждение о том, как возникает обрыв там, где нету Бога в связи с личностью. И тогда вы поймете, те, кто вчера слушал про Кагана, с кем спорит Каган, не называя спиной. Вот что интересно. То есть, мы сталкиваемся с каким-то таким языком философии, когда наличие ссылки прямой еще совершенно не указывает на источник. Гарантия того, что источник не найдут, тогда говорят у старых, значит, философов. А если источник общеизвестен, университетский или литературный, но употребляется в непривычном смысле, то он вообще не указывается. Это и есть вот та новая, как бы, философия, несистемная. Когда, представляете себе, что такое книги? Шестого одна переходит в другую, в третью, в четвертую. В этой книге вы прочтете, как человек теряет почву. Если вы знаете, что у нее была книга «Апофеоз без почвенности», то вы это увидите. Ну и так далее. То есть, это постоянные ссылки на самого себя. Вот. Значит, я вам это сказал только для того, чтобы хронологически завершить весь тот разговор о примерно 17-22 году, который происходил, как вы помните, в Волфиле, происходил в Москве, продолжился, в Берлине, а вот товарищ, значит, Шестов, так тот и вообще это напечатал просто в Париже, а в 23-м году книжку напечатал по-французски, а по-русски это вышло еще и после немецкого издания. Я не исключаю, честно говоря, что во всем этом была своя хитрая игра. В немецком контексте это одно, по-французскому это другое, а насколько он был знаком с русским контекстом, все зависит от изучения контактов. Честно говоря, я и этих работ никогда не видел, чтобы мне кто-нибудь показал, каковы были контакты именно с русской философией 26-го. Философ, кто приезжал, какие сведения доходили. Поэтому я сейчас останавливаюсь, по идее, вот, все время, пока я тут, вот, сейчас сам, жалею об этом, готовился к лекциям, я увидел, нет, правда, серьезно говорю, что когда все книжки лежат вместе, они когда пишут, там, над чем-то работать, вот, то я эти связи увидел, но они потребуют, безусловно, довольно серьезной работы. У меня практически нет сомнений, что то, что я вам рассказывал о Штейнберге, восходит к второй части книги, шестого, ну, статьи этой, шестого о Достоевском, и, ну, это потребует некоторых текстологических, там, вещей по, потому что так, как он описывает отношение к произведениям, так что это будет немножко литература видит. Теперь, значит, мы с вами должны сформулировать для себя несколько очень простых таких вещей. Одна вещь, и то, и другое сознание носит апокалипсический или эскатологический характер. Понятно, что, по идее, приходит один и тот же мессия или машина, да, с этим сделать ничего нельзя. Роль евреев, для самих евреев, центрально в эскатологическом процессе, для христиан важна, скажем так, все равно деваться не будет. Далее, оказывается, что, по-видимому, надо спокойно относиться к тому, что вот эта философия относится к европейско-еврейской культуре в целом. Не надо здесь говорить ни о какой русско-еврейской. Привозится из одной страны, увозится в другую и еще раз уходит. Напоминаю вам вот о той работе Дмитрия Михайловича Сегала, которую он называл «Пропавшие европейцы», где он немножко пытается об этом говорить. Здесь просто все. Ну, шестов, как вы понимаете, родился в Киеве, да? Где писал, о чем писал, в каких спорах участвовал? В 17-м начало в России, а в 20-м он уже где-то там в районе Женира. Соответственно, Штейнберг родился в Двинске, поучился в Германии, вернулся и в 22-м году сам, но в год парохода, убыл. Значит, Каган, соответственно, родился в Невеле, поучился во всяких религиозных еврейских заведениях, поучился в германских университетах, вернулся, ну и, значит, остался здесь, но оставался в рамках неокантианской философии. Ну и так далее. То есть, нигде не будет такого, чтобы человек родился под Москвой в усадьбе, окончил Московский университет, до конца дня его профессор, вот этого вот для еврейских философов не наблюдается. Что же происходит у нас в русской философии? В русской философии весь этот период тоже можно описать целиком и довольно интересно. Если помните, я упоминал про некую краткую повесть об антикности Владимира Соловьева, которую вы, наверное, знаете, это трудно, так сказать, не знаете, если вы на такой курс приходите. Однако же давайте задумаемся, а что с этой краткой повестью происходило? Не для анекдотов, сейчас увидите, во что это превратится. Это был товарищ Розанов, который сделал вид, что он заснул. Потом ему письмо написал Владимир Соловьев. Розанов чем ответил статьей? Какой? Письмо мнимо упавшего со стула. Ну, кажется, ну, обычное розновское хулиганство мы и не такие видали, да, такой предшественник авангарта большой. Неудивительно, что Розанов и лежит в основе всего русского авангарта со страшной силой. Второй момент. Куда входит эта краткая повесть об антикности? Ну, я же в три разговора там того же Владимира Соловьева. А с чего начинаются три разговора? А три разговора начинаются с рассказа о некой секте Дарамаляев, который, значит, чего-то как-то там специфически вот в избе в своде пробивают дырку как-то под 45-60 градусов. Я помню, там как-то хитро они пробивают, туда они смотрят, туда молятся и этой дырке поклоняются. Дарамаляя, спасибо. Да, вот Дарамаляя они, значит, называются. Но разные про это писали, говорили, что это пародия на Толстовство, на что-то там еще. Меня это сейчас не интересует. Интересуют меня совершенно другие события. А события эти такие. Значит, Розанов, как известно, после смерти Соловьева написал о нем довольно большое сочинение про письма Владимира Соловьева. Вообще статей несколько. И в одном, значит, из воспоминаний о Соловьеве Розанов пишет следующее. Как-то по дороге в контроль я зашел к нему днем и увидел, что у него в руках газету. И он эту газету отрывает. Я его спрашиваю, а зачем? А он говорит, в туалет говорит, мне надо. А это покойники не могу опачкать покойников. И никто из читателей этого дела не смотрит. Странный человек Владимир Соловьев. У него такое отношение к имени, тем более имени покойного. Вот зашел к нему Розанов. Такой замечательный сюжет. Между тем, уже этот замечательный сюжет построен абсолютно тем же самым образом, что и все тексты евреев, о которых я вам говорил. Кто, когда и что ходил в сортир? Кто, когда, какой край обрезал? Кто был царем в момент появления некоего Давида? Шаул, да? Что он хотел сделать? Поймать Давида и, мягко говоря, убить. Правильно? Потому что ему было известно, что он станет царем. Что сделал Давид? Давид зашел в пещеру, куда зашел и Шаул и присел по делу. И край милы Шаулова оказался перед лицом Давида. И он взял нож и отрезал этот край. А когда встал после всего товарищ Шаул, то показал ему это дело Давид. Как вам это нравится? С краем этим самым. При этом обратите внимание, что позиция Розанова была такой, в отличие от семитофильских, относительно семитофильских текстов Владимира Славида. Сейчас два слова я про это тоже скажу. Значит, позиция Розанова была такой, чтобы создать свою философию, он использовал те библейские тексты, которые не входят в православный канон. И так-то, мягко говоря, православие сильно безбиблейское. А еще уж эротические сцены или подобные, уж ясно, что их нету ни в молитвах, ни в канонах. Вот этого, да, таких сцен. Поэтому для Розанова был такой удобный всегда прием. Воспользоваться вот таким вот библейским сюжетом, вот так это писать этого самого Владимира Соловьева. Причем не забывайте, что всякие соотношения Давида и Шаула, Давида и Голиафа, великого философа и начинающего, такого настоящего с бородой, с университетским образованием и как бы не пойми что, значит, это все позволяло строить свою как бы такую философскую позицию. Но не стал бы я вам все это рассказывать так долго и нудно, если бы некоторое время тому назад в собрании сочинений господина Розанова не вышел том под названием «Возрождающийся Египет». В сущности, это восточные мотивы, которые мы знали в трех выпусках. Здесь их там, не знаю, 10-12, что бы я сейчас помнил, сколько. Но оказывается, в данном случае, хотя я большой противник дуболектики, но количество перешло в качество. Здесь оказалось, что в этом и в возрождающемся Египте и в паре мест апокалипса нашего времени появляются такие слова, что как-то я пришел чего-то там в мечети, видел, как мусульманин как-то там омывается, если бы он увидел меня, он бы свалился со стула. В другой момент. И когда Египтеанин вошел куда-то, то если бы он понял, как суть мистерии, он бы свалился со стула. То есть настойчиво совершенно. По меньшей мере шесть раз речь идет о стуле. И по меньшей мере четыре раза в тексте упоминается проблема этих дыр. Посмотреть в дырку надо и помолиться в дырку. Зачем это делается? Вот здесь давайте посмотрим. какая была мечта Владимира Соловьева? И кто был такой Робинович? Вам говорит что-нибудь это? Робинович, который молодой? Ну да, который основатель секты Нового Израиля. Именно этот, Кишиневский товарищ. Который, значит, хотел создать такую иудео-христианскую секту, вроде бы христианскую, но на еврейском языке, с еврейскими молитвами, но признанием Христа. Да не очень. В смысле там была приемственность американцев и так далее? Это уже куда-то. Ничего он не преуспел, потому что, когда он обратился к Победоносцеву с просьбой разрешить, Победоносцев сказал, что я понимаю, кто такие евреи, я понимаю, кто такие христиане, а вот это вот нам не надо. Нет, конечно, есть какие-то видео-христианские секты. Начинаем с еврейского пророчества, окончаем известно чем. Вот. Это настолько стандартный момент еще со времен события. Есть просто книжечки по поводу него. Да я знаю их. Идея Соловьева была такая, что вот хорошо бы, чтобы евреи вот так вот приняли христианство. Какая идея была у Розова? Она изложена в семейном вопросе в России, но почему-то никогда на себя не обращала внимания. С одной стороны, он говорил о том, что хорошо бы тем евреям, которые так хотят жить в Палестине. Это третий год. Вы понимаете, о чем это речь? Принятие решения о Палестине. А Соловьев это реакция, конечно же, на сионистский конгресс. Ну то 97-98, это вот второй, третий, что ли. И он там говорит, как бы глава называется Новые Хананейни. Вы помните, даже не надо было брать черепь земли канадской. Была такая просьба Всевышнего. Этого не делать. А значит, глава называется Новые Хананейни, в которой написано, что те, кому очень хочется, могут, конечно, ехать в Палестину и создавать там внимание свое королевство. Видимо, об этом на этой книжке написано. У кого было королевство в Палестине. А значит, вторые, зачем наша церковь так унижает людей? Вот я знаю, значит, одну, ту самую, одного еврея, влюбленного в поповскую дочку. Почему бы, значит, им не дать возможность соблюдать все свои религии, праздновать две Пасхи, два Нового года, ну и все такое. Почему бы нам не создать иконы? Ведь у нас нет ни одной иконы, ни одной из четырех праматерей. Как же это так, дорогая редакция? Вот, а дети их уже сами по себе будут христианами. Вот такой, значит, вариант. Но все это девятисотый рубеж там веков. Что же увидел Розанов дальше? Почему же в поздних текстах и в Египте, и потом в Апокалипсисе появляются эти вот следы? Да очень просто. В чем был сюжет повести о бандитности? Ведь он был в том, что пришел некий мессия, и этот самый некий мессия повел уже за собой народ, уже примирились церкви, если помните, да, там появился какой-то Иоанн Петр Второй, не помню, какой-то там уже папа, который там объединяет церкви, и вдруг евреи восстали, и выяснилось, что он не мессия по какой причине? Он не обрезан. А теперь посмотрите на ситуацию революции. И от Соловьев, дурак, дурак, никакого Апокалипсиса тогда не было, когда ты писал. Все это был полный кретинизм. А вот теперь посмотри, вот они пришли, обрезали. Вот он, настоящий-то Апокалипсис. Так что со стула это нападало, правильно? А ты над дырами-то смеялся зря. Вот теперь-то мы видим, как это все выглядит. И тут возникает еще один интересный момент. Принято говорить, что Розанов, такой замечательный русский философ, осознал все свое неправильное поведение во время Дианбелиса, и, значит, сказал жесть в свои антисемитские книжки и так далее, и чтобы, значит, на том свете ему щучку со сметаной еврейская община приготовила. Все это, конечно, очень хорошо. Но стоит нам включить сюда вот это Апокалипсическое сознание, когда переворачиваются ценности, как окажется, что это ничего, это абсолютно монистическое мышление, которое сначала нам говорит о том, что надо в Апокалипсический момент вместе с Вячеславом Ивановым сочинить юдаизм и религию страдающего Бога. Потом, значит, сочинить книжку о том, что все еврейские обряды, значит, как-то связаны кровью и, значит, родом. Затем в 11-м году дело Беллиса падает туда, как в мяч баскетбольную корзину, потому что не хватало только этого. Да он это понимал. Если помните, я говорил про книжку во дворе язычников, где было жестко написано «Не подумайте только, что это так, ибо как евреи любят своих детей, они не могут так убивать наших». И, наконец, когда происходит еще один переворот, тогда, естественным образом, происходит что? Надеет говорит, что евреи победили, потому что, в сущности, определить, кто победит, может только в мессианские времена, в авраамических религиях. Все, замечательно. Никакого дуализма тут нет, все нормально. Вот теперь представьте себе, что вот такого философа, с его размышлениями, на достоинство, только что умершего. И цитирует Штейнберг, когда я вам говорил, и про семейный вопрос в России, и про эту самую легенду о великом инквизиторе, и еще там какие-то отдельные мелкие вещи. Таким образом, оказывается, что философская ситуация, ну, не знаю, можно говорить культурная, можно говорить интеллектуальная, тут вопрос, насколько все, что я рассказываю, является в классическом смысле философии, она заставляет задуматься о том, каким образом строится вообще философский вот этот необычный текст. Он связан не с тем, что происходит гибель философских систем, наверное, происходит, он связан не с тем, что обязательно Шестов является предшественником экзистенциалистов там в каком-то варианте. Зачем? Там эта дезинция сидит просто в ситуации, потому что в апокалипсический момент придумать предмет философства не так просто, и остается заниматься собственными переживаниями. В то же время, когда встает действительно вопрос не у Пашляка Александра Сальевича Солженицера, значит, в его 200 годах вместе, а у серьезных людей, когда евреи, только выходившие на аренду, только требовавшие какого-то равноправия, становятся заметной культурной средой, там, и в журналах, газетах, в университетах, где-то еще, только-только февральская революция дает евреям все права, но перед этим, значит, они еще обвиняются в предательстве в прифронтовой полосе. Совершается революция, которая вышвыривает огромное количество русской интеллектуальной верхушки, значит, за границей, и ее место начинают занимать вот эти вот евреи. Из вот, помните, на самой первой лекции я вам говорил, из этих маленьких городочков, из всяких там Двинска, Невеля и Витебска. А в это время что происходит? А в это время огромный расцвет всякого рода авангарда. А он почему? А что, много евреев у нас учился в Академии художеств? Где они все учились? Опять же, за границей, либо в каких-то частных заведениях, которые были связаны с новыми направлениями в искусстве, естественно. И вот здесь начинаются пересечения таких людей, как, пусть они там антиподы, неважно, там Мадельштам, Пастернак, Бабель, Ренбург, тоже ведь из Парижа вернулся. С той ситуацией, которая происходит в России. Значит, снова встает вопрос о месте России. Россия это империя или не империя? Это центр славянства или нет центр славянства? Это действительно светочек всего человечества или нет? Вот они, где начинают появляться философские проблемы. Ну, для шестого, о котором я, с которого начал говорить, то вот в этой статейке, или книжечке, там, не знаю, о Достоевском, вы увидите, что он говорит, что прозрение Достоевского предсказали как раз тот развал России, который, собственно, произошел. Для большевиков это, наверное, что-то обратное. Но таких вещей, как еврейский марктизм, в принципе, он был. Это был такой еврейский, еврейский, социалистический марктизм, Берборхов, например. Были такие штуки. Но большого какого-то влияния он не оказал, ну, потому что тут же встал вопрос перед другими евреями. Ну, хорошо, бунтовцы так или иначе вступили, значит, в итоге в РСДРП, либо отправились строить социалистический Израиль в Палестине. Значит, совсем правые сионисты, ну, им вообще нету места. А обычные евреи, которые, типа Троцкого, которые говорили, я не русский, не еврей, я русский социал-демократ, все, что им оставалось с этим уважаемым товарищем, это просить не назначать их руководить экспроприацией церковных ценностей. Таким образом, здесь складывается новая, совершенно культурная ситуация, в которой люди, уже, вряд ли уже философы, откуда они возьмутся, значит, люди, типа там, Булгаков, например, вынуждены писать ту же Мастера Маргариты и вычеркивать оттуда, ну, первоначальные эти семитские варианты. Например, типа, держи его, арамея, там кто-то кричит, в первом варианте, конечно, написано, держи его, жеда, злодея. Естественно, возникает огромная популярность протокола сионских мудрецов. И что еще происходит? Об этом мы узнали буквально только что. Замечательный человек по фамилии Нилус Сергей Александрович, автор бессмертной книги «Близ здесь, преддвере», в которой, значит, оказались встроены протоколы сионских мудрецов. До конца своих дней, а умер он, я не помню, в 25-26 году, дописывал эту книгу. И полтора года тому назад вышла огромная книга в 400, примерно, 50 страниц, страниц на 150 больше, чем было, из которой можно было видеть, как этот уважаемый министик видел ситуацию. Здесь произошел ряд довольно серьезных сдвигов, общеннаучных. Дело в том, что сами по себе протоколы сионских мудрецов по литературной форме вещь очень традиционная. То есть, есть точно такие же армянские, антитурецкие тексты, турецкие, антиармянские тексты, есть поддельное завещание Петра I, поддельное завещание Екатерины II, то есть, это некая форма, так сказать, конспирологического высказывания, будем так говорить. Но в этом тексте было несколько странностей, которые до недавнего времени было очень трудно разрешить. И в принципе, вообще говоря, без протокола сионских мудрецов трудно о чем-либо говорить. И они есть и у Булгакова, они есть у Блока Александра Александровича, вообще у кого угодно. То есть, это попало тоже. Так вот, там было написано, что они хотят, помимо всего прочего, построить некую демократическую римскую республику по образцу Афин. Это как-то звучало странно. И вот недавно, два или три года назад, два года назад, по-русски вышла замечательная книжка Чезаро Дамикелеса, который решил изучить текстологию протоколов сионских мудрецов, выявить их редакции, откуда они там появились и так далее. Ну, самые первые куски, еще даже не протоколов, а неких тайных документов вообще появились у Лютастанского вознаменитых книг евреев и Талмуд, главным таком антисемитском компензиуме. А дальше там это как-то попало к Меньшакову, Михаилу Ильичу Пчеву, а дальше это попало к Нилусу, ну и так далее. Но он заметил в тексте протоколов одну лингвистическую странность, что там очень много украинизмов. И ошибки в переводах часто связаны с тем, что не очень грамотные были люди, кто по-французски это переводили, часто вынуждены были подгонять. То есть французский там, мягко говоря, третичный перевод. Не говоря уже о том, что самого слова протоколы не должно было быть, это немецкое слово, по-французски это значит минут. Другое слово должно было быть. До протоколов сионских мудрецов никаких протоколов по французскому языку не было. настолько, что даже при переводе там в Алжире какими-то французскими деятельными пришлось некоторым образом трансформироваться это название. И в этот же самый момент вышло очень странное издание. Группа, мягко говоря, малограмотных людей из Института Славян и Видни, которые считают себя гениями по главе с Татьяной Владимировной Цевьяной выпустили переписку писателя Ремезова с неким никому неизвестным человеком Репчинским. На эту переписку никто не обратил внимания. А мне она пришла сильно по душе, потому что я знал, кто такой Репчинский. И вдруг оказалось, что это соратник Берра Борохова того самого Попуалициона. Они вместе бежали из Полтавы в 2007 году. Он там неким образом скрывался в Голландии потом, даже пережил войну, как там оформил документы. Сейчас не буду это рассказывать, биография вполне захватывающая. Но да, из левых сторонников Берра Борохова он стал сторонником Жаботинского и защищал Ставского Ахимира от обвинения в убийстве Орла, то есть там богатая еврейская биография, мягко говоря. Но дело не в этом, а дело в том, что я впервые прочитал мемуары о раннем поалийционе его, где было сказано, что в парке в Полтаве они занимались, ну как бы сказать, созданием такой еврейской организации, которая должна была строить будущее еврейское государство, по закону всемирной справедливости эти граждане называли себя греки. Вот, наконец, мы видим первый раз, что русская полиция, которая занималась созданием этого бессмертного документа, явно пользовалась конкретными какими-то сведениями из еврейских политической жизни. Разумеется, не для захвата всего мира. И вот в это же самое время появляется еще один документ, так называемый Варшавский документ, который практически ничем не отличается от протокола всеорских мудрецов, только вместо непонятной республики Афин, по образцу Рима или Рима по образцу Афин, там четко называется слово бунт. А текст практически такой же. Значит, есть такой человек, Юрий Бегунов, вообще говоря, наш доктор наук, древний специалист по всяким там древнерусским делам, который вот выпустил замечательную книгу «Паутина над Россией», просто захватывающее повествование, такое паранояльное. Но там этот документ был напечатан, он многократно затем переиздан в книжках Стрижова. И чем это интересно? Это интересно тем, что мы получили второй параллельный документ, который превращал в большую мистику, деятельность вот этих еврейских организаций. С одной стороны, значит, становится, видимо, ясно, что недаром украинизмы там и в этом тексте, потому что, скорее всего, это где-то в районе создавалось там болта, Одессы, что-нибудь такого. А, соответственно, варшавский документ в районе Варшавы, чуть позже, но два документа одновременно работать не могли. Вы понимаете, что тайная организация должна быть одна? И чем более известен бунт, тем меньше можно было его ставить, как и любой РСДРП, в центр такой вот мистической конструкции. Ну и, соответственно, на сегодня напечатаны несколько текстов в журнале «Новое литературное обозрение Шабельской Борг», который там жаловался всяким там деятелям третьего отделения, как он тогда в тот момент уже назывался, на то, что бунт захватывает весь мир. То есть, сейчас вот люди уже копают архивы намного шире, чем протокол собственности сионских мудрецов, и они видят соответственно какие-то уже другие там политические корни. Хотя взаимоотношения между сетерами отвратительные, никто ни с кем не сотрудничает, но это обычное дело, когда занимается тайными организациями. Каждому кажется, что вообще тайну за хвост он и тужа птицу схватит. Ну да. Так вот, значит, то, что я сейчас говорю, написано в моем послесловии книжки Чезаре Даметелеса, которая называется «Несуществующий манускрипт». И, значит, моя, как бы, точка зрения выражена в двух местах. Одна послесловия к его книжке, и в продолжении этого это обзор этой книги в специальном номере новолитературного обозрения, который был посвящен не лысой протокол усеевских мудрецов. Я не помню, это какой-нибудь 80-й, 5-й, 6-й, но это надо посмотреть. Там же статья Абрама Ильича Абрама была на эту тему. Вот. Значит, для чего я это сейчас говорю? Я это говорю для того, чтобы вы поняли крайнюю многовариантность постановок вопроса в этом самом еврейском вопросе. Ну, конечно, естественно, остаются ассимилианты, эти никуда не деваются. Конечно, есть крайне сионисты, конечно, есть евреи фанатичные коммунисты. Поэтому, как видите, никакой единой еврейской философии для этого времени не существует. Вот мы не можем сказать, что есть какой-то один еврейский философ, который собой это все символизирует. Потому что, смотрите, что происходило. Ведь, ну, хорошо, там, предположим, Каган или Штейнберг, то там полтора-два года что-то делают в московском и питерском еврейском еврейском университете. Чтобы пойти туда работать или учиться, надо быть очень сильно национально ориентированным. В то время, так есть возможность вырваться в другие пределы. В то же время, никто из большевиков не приветствует эту национальную деятельность, она считается национализмом. И поэтому выражать открыто свою точку зрения очень, мягко говоря, трудно. Конечно, если мы возьмем и посмотрим до 24-го, 5-го, не дай бог, 8-го года деятельность разных еврейских организаций, то мы увидим, что было масса каких-то собраний, встреч, что-то выпускалось, какие-то книжки там. Тем не менее, все это, если бы считать, какое-то количество людей участвовало, очень небольшое, и это никак не оказывало воздействия на окружающий мир. Поэтому евреи тем или иным путем оказывались включены вот в такие предприятия, как, например, Валфин. Поэтому, когда мы говорим об, опять же, этом философском творчестве, то нигде ни один из этих людей, ну, там, шесток что-то имел, ни один из этих людей не имел возможности нормальной философской работе. Это вот, надо понимать. Где же это все и как происходило? Вот совсем недавно я понял несколько таких моментов. Если помните, я называл вам такую фигуру, как Арон Горланд, автор книжки Герман Коген и его «Апология еврейства» критический очек. Вот теперь, после того, что мы с вами обсудили про Рознаву и Соловьев, представляете, как звучало, когда он вставлял к Герману Когену, который сам говорил о необходимости иудаизации христианства, как удобно туда, в эту конструкцию ложился Владимир Соловьев. Когда я просто, вот если вам рассказывал про этого философа, без контекста, он дальше какой, оригинал. Этот Лермонтова использует, это Достоевского, этот собачивает Владимира Соловьева. Нет, это была, скажем так, позиция. Но, где этот человек кончил? В итоге, в отделе рукописей еврейских, между прочим, просто в Питерской Библиоте. Вот так. Очень даже интересно. А куда, собственно, дальше деваться? Значит, ну, про не относящегося к нашему периоду Новоевсю Давыдовича Левина, который я называл, он был доктором юридических наук и занимался теорией суверенитета, теорией государства и права в чистом виде теории. Вот, Рубинштейн, как я вам говорил, написал книгу, за которую в 47-м году за книгу «Общая психология» получил сталинскую премию, а это было просто манифест такое неокантианство, этическое. Кто понимал, те понимали. А куда делись остальные люди? Кто был еще? Были люди в эмиграции, очень многие из них участвовали в деятельности парижской конторы, которая выпускала ежегодник «Еврейский мир». И есть два парижских выпуска, когда они еще считали, что вот они находятся на свободе, а в несвободной советской России что-то там происходит. Кстати, в этом «Еврейском мире» принял участие и Орд Штейнберг прекраснейшим он. Вот, дальше. Те из них, кто не погибли во время войны, переехали в Америку, где издали книгу о русском еврействе под редакцией Абрамовича, но это уже, вы понимаете, после Холокоста со всеми, так сказать, подведениями итогов. И она вышла лет через 15 после парижских изданий, и там одно количество некрологов занимает, чуть не половину. Не потому что они погибли во время Холокоста, а просто потому что они уже время, как говорится, пришло. Что в это время происходило в сионистском режиме? Я имею в виду тех, кто из России. Наиболее интересно здесь фигура, конечно же, Ботинского. И здесь сейчас надо сказать, что я пребываю в состоянии легкого такой дрожи, потому что тот проект, который вот сейчас у нас реализуется в Москве, попытка издать русского Ботинского, полного, продемонстрировал нам, что мы вообще плохо представляем себя, о чем говорил. Непонятен ни масштаб фигуры, ни его контакты, ни кем он был, ни его политические проекты. А между тем, многие из них представляют собой довольно актуальные даже сегодня вещи. Ну, для начала. Значит, на сегодня сделано, пока вышел один, в типографии уже находится второй и делается третий, а это 1897-1901 год. Вот представьте себе, нам говорят, что Жаботинский был замечательный такой русский деятель, который после Кишиневского погрома вдруг неожиданно стал сианистом. Достаточно открыть его, значит, просто библиографию, чтобы узнать, что первая статья о сионизме появилась в 1902 году. Стихотворение со странным названием «Город мира», как вы понимаете, Иршалон, значит, появился в 1898 году. А как вы себе представляете, что уже в начале четвертого года в журнале «Еврейская жизнь» появилась огромная статья, остались на 60, значит, о территориализме, ну, сионизм, может быть, а не территориализм, то есть не организация каких-то еврейских анклавов на нееврейской территории, именно в Палестине. Вот, и, соответственно, еще через два номера, еще страниц на 40 ответ территориалисту. Исключено, чтобы перед нами был какой-то сосунок, который, значит, непонятно, что делает. И вот, числе прочего, значит, он уезжает в Италию, как известно, и там из Италии шлет корреспонденцию в огромных количествах. И что же говорят мои итальянские коллеги несколько изумленные? Что, во-первых, не очень понятно, как это мальчик, только что прибывший в Италию, печатается в самых, что ни на есть, из статистических журналах типа «Ново Антологиа». И печатает статью о Горьком и Чехове, обратите внимание, значит, прижизненную даже для Чехова, значит, Горький и Чехов, там, новый импрессионист. С другой стороны, дает практически ежедневный обзор о парламентской жизни Италии. С третьей стороны, встречается с массой культурных деятелей, которые то ли были тогда в Италии, то ли не были, то ли их не было в этих городах. То есть, те, кто знает итальянскую культуру, начинают просто дергаться на каждом слове здесь. С другой стороны, Жаботинский говорит, я случайно, по случайному поводу попал в тюрьму, и, значит, там я впервые увидел сиониста, в 1902 году, очень вовремя увидел. За что же он съел? За никогда не переиздававшиеся статьи в газете Патрио. Он из России посылал статьи в Италию. Замечательно. Просто дальше деваться некуда. Он пишет пьесу «Кровь». Значит, перевод пьесы итальянского драматурга Ломбарда. Как утверждает профессор Стефана Горзонева, нет такого драматурга и пьесы такой нет. Когда он попадается на этом деле, он пишет статью о том, что этот самый Ломбарда издал в своем переводе пьесу Горького, значит, ее даже поставили где-то и даже были рецензии в итальянской печати, но потом попался. Значит, даже здесь мы не понимаем, что происходит. Зачем я вам все это рассказываю? А вовсе не для того, чтобы рассказывать вам анекдоты или о том, знаем или не знаем биографию Жаботинского. Дело в том, что в 2004 году Горький подпольно распространяет запрещенную поэму Шарлотта, но Шарлотта карта и понятно Жаботинского. А впоследствии, когда Жаботинский считается, что его пьеса Чужбина знаменитая, стихотворная, что она была запрещена от цензуры, ничего подобного, но он ее издал сам по каким-то причинам в продаже, объясняет это в письме Горькому. А еще через какое-то время выясняется, что Горький должен переводить деньги на еврейские легионы. Как вам это все нравится? Это контакты. Таким образом, значит, при этом Жаботинский продолжает писать очень сложные политические статьи. И в 22-м году аккуратно, граница верхняя, того, чем мы занимаемся, он пытается встретить с Муссолини. И через итальянских сионистов предлагает им соответственно какой-то контакт. Какое же письмо он пишет Муссолини? Дорогой товарищ, вы должны понимать, что все порты средиземноморские, итальянские, порта Франко то, что называется, что все они были городами, где был лингва Франко, то есть международный язык, значит, итальянский. И что это были итальянские еврейские общины. И что вы должны понимать, что если вы не будете способствовать созданию Израиля на соответственно части в том числе Средиземного моря, то Средиземное море станет чисто арабским и Европа получит все эти проблемы, которые она всегда имела, начиная со Средневековья. Все это было очень смешно. Вы не заметили, что месяц назад товарищ Саркази делал в Марокко и Ливии? Это третье кольцо Евросоюза с Северной Африкой. И две эти страны замечательно себя повели. Вообще здравомыслие Ливии поражает. Марокко, ладно, это вменяемые люди. Они сказали, ну хорошо, мы с вами готовы заключить договор, только договор с Израилем и Евросоюзом заключите, пожалуйста, отдельно. Замечательно, конечно. Обратите внимание, к чему это приводит. Мы как-то не обращаем некоторого внимания на то, что если сейчас что-нибудь произойдет с Басками или с Бельгией, ну и так далее, произойдет, то ни одной же Сербии, правда, колодцы, то что мы получим? Вот буквально чуть больше года назад я почти в виде, так сказать, прожекта это говорил, только услышав предвыборную речь значит, Саркази, когда он сказал про это третье кольцо Евросоюза, или то, что они называются Средземноморский союз. Я сказал, ребята, посмотрите, вы сейчас увидите карту Европы 14 века до образования империи, только появится что, вместо государства бывшего крестоносца, нам не поймешь что, появится, значит, соответственно, Израиль. Но меня тогда накричали два депутата Европарламента из Германии, что я там что-то не так понял, что они вообще ничего подобного не слышали. Но, как видите, я же имел в виду уже, так сказать, вот это самое письмо Жаботинского 22 года. Оно действительно очень интересно. Потому что в чем состояла идеология Жаботинского и философия, между прочим, политическая философия. Он наследовал, конечно, во многом идеи украинских самостейников из круга Драгоманова, не будем сейчас говорить, кто такой. Но главное, что эти граждане занимались тем, что хотели проанализировать структуру распада империи. Они не видели возможности образования ни свободной Украины, ни естественно свободного там Израиля без распада империи. Ну как, ну три огромных империи, правильно там, английская, германская, австрийская, ну это для запада, ну и российская, сбоку, да? Ну и если это не развалится, о чем мы вообще говорим? И они планировали вот эти вот всякого рода довольно странные союзы, при этом обратите внимание, что Жаботинский в тот момент, в восьмом, он же сидел в Константинополе. А что это такое? Не абстрактная Палестина, понимаете, не просто там придет Машеф там или что-нибудь еще, а совсем другое. Имеется в виду, что у нас же в восьмом году состоялся известный общеславянский съезд, когда появилась идея некоего славянского единства, оно уж без распада империи вообще никак невозможно. И вдруг Жаботинский поддерживает вместе с Розеном, кстати говоря, идеологию этого славянского единства. А с другой стороны, что, на чем там все произошло, но был боснийский кризис, когда Австрия аннексировала Боснию, и тогда Европа не смогла что сделать? Построить через Черногорию железную дорогу на Ближний Восток. А если идет железная дорога на Ближний Восток, то, естественно, намного легче дальше, соответственно, с еврейским государством. То есть, вот это, то, что можно называть, может, конечно, политической философией в современном смысле, можно называть реаль-политикой, если очень хочется. И вот такой человек тоже существует, и он выдвигает какую идею? Почему ему нужно было бяриком переводить и все там остальное? Нужно было создать нового еврея, так же, как коммунисты хотели создать нового человека. Нужно было создать нового еврея, какого? сильного, с оружием и живущего в своем государстве, работающего на земле. Вот это философии, так в чистом виде, в таком, в категории, назвать нельзя, но и не видеть здесь достаточно глубоких каких-то, значит, интенций, тоже невозможно, потому что это, конечно, хорошо говорить о бярике, который написал, ну, там, не знаю, сказание о погроме или город Резни или как там еще это по-разному поэмам называют, но и тот же Бялик написал и в той же книге, значит, Бялика, была же и поэма «Мертвецы в пустыне». Кто это такие? Богатыри, которые должны восстать, то есть чисто библейская понятная вещь, да? Когда снова туда из изгнания вернутся, значит, и у действий какие-то там племена. Значит, даже вот такая позиция, вот что переводить из Бялика, имела прямое отношение к построению этого самого нового человека. Поэтому не только у коммунистов была проблема их построения, но и, значит, у, соответственно, сионистов. Был еще один вопрос, что такое национальное государство и какие его образцы существуют? Здесь, естественно, возник вопрос о Муссолини, и о отношении к итальянскому фашизму. Вот видите, помните, как я в первый день сказал, что нигде я не трогаю ни коммунистов, ни сионистов. У вас своя жизнь еще какая. И, значит, если Муссолини до определенного момента вполне устраивал Жаботинского, то в момент, когда Гитлер пришел к власти в Германии, и как раз Ахимира, еще один его там забыл сейчас с автора, написали восторженную об этом статью, вот здесь он четко написал нет. Никаких, значит, контактов с германским фашизмом быть не может, то есть с нацизмом. Блестяще это отличало, эти вещи. Поэтому здесь происходит очень большой разрыв между еврейской социалистической мыслью, которая хочет строить Израиль как образец социализма со всеми кибуцами, с единым профсоюзом, от секретарша премьер-министра до проституток, да, Гестадот у нас все объединяет с единой электросистемой, только с недавно расколотым, наконец, хотя бы телефонной, хоть Безик этот самый раскололи немножко на несколько организаций. А? Эгит-то каким путем? С созданием параллельных систем просто конкуренция началась, а Безик его порезали. Да, так вот, значит, с огромным трудом убирается вот эта единая экономика, единые профсоюзы, социалистические всякие вещи, и против них сражается вот эта еврейская политическая мысль. Конечно, это не философия, просто потому, что она очень практична. Но, тем не менее, вот только сегодня мы, наконец, начинаем собирать, собственно, вот эти споры. Ну, совсем религиозные всякие вещи мы сейчас не рассматриваем, это совершенно отдельный вопрос, но в любом случае, вот опять перед нами встает вопрос, с чем мы имеем дело? Так это еврейская философия или еврейская мысль? И что к ней относить? И этот вопрос является тоже вопросом немаловажным. Еще во времена, так сказать, ранней советской власти этот вопрос обсуждал такой человек, как Аркадий Горнфельд. И, вот обратите внимание, как искажается картина, когда вы не знаете, с чем имеете дело. Значит, известно, что существует такое понятие русско-еврейская литература, да? И существует о ней книжка ровно одна 22-го года. А ведь она не должна была быть, во-первых, единственной. Во-вторых, это должна была быть целая серия горьковских книг про литературу народов империи, всех. А еврейские еще должна была быть и дышитская и еврейская. Они просто не были написаны. И вот создается грандиозная, значит, концепция. Такой чисто русско-еврейская литература. Что в ответ на это отвечают Горнфельд и прочие? Они говорят, нет, давайте-ка мы будем говорить о еврейском творчестве на русском языке, только включим туда как раз вот и Шестого, и Франка, ну, Франк просто православный мыслитель. Шестов, 50-50, ну, уж не православный, христианский, так в известном смысле. И оказывается, что даже, значит, какие-то совсем, потому что мы бы никогда в жизни не решили, чтобы это имело отношение к чему-то, там, русско-еврейскому тоже включается. Ну, например, в этом случае, когда-нибудь молитва о России, католика на тот момент, Оренбурга, тоже должна была быть включена. Значит, культурный, вот этой вот, как бы, сформировано того, чем является еврейская культура, в целом, тоже ведь нет. Почему я об этом говорю? Потому что, собственно говоря, посмотрите на сегодняшние работы вот израильских, философов, они все, собственно, сходятся именно к тому, к попыткам построить вот эти определения. Их тоже нет. Ну, общепринятых нет. Наверное, кто-то там что-то считает, что строит. Поэтому, опять же, мы теперь видим, из чего это получилось. Это получилось из полного раздрая, из крайней сложности еврейского мира как такового. То есть, еврейская философия не может строиться вне жизни евреев и опыта евреев. Это не общая, там, теория монат вообще или там, чего-то еще. Иначе она становится нееврейской. Вот тогда, пожалуйста, это еврей, который занимается какими-то общими проблемами. Может, это еврейский? Кто? Да. Да нет, конечно. А какой-то... Конечно, нет. Нет, у Маркса есть замечательное сочинение антисемитское. Он, во-первых, заведомо считал, что евреи должны самоуничтожаться. Вот, он же говорил, что общество может эмансипировать еврея, только избавишься от еврейства. Можно говорить о каких-то особенностях его мысли, но если он ничего еврейскому не учился, если он, отец его крестил в довольно раннем возрасте, если он вообще этим ничем не интересовался, я не знаю, нет, конечно. Что она практическая? А? Что она практическая? Нет, ну что это такое? Это что, просто евреям всегда на рынке, что ли? Совсем нет, иногда даже в Ешире. Вот. Нет, это очень такие, какие-то примитивные представления. Никакой марксно-еврейский философ. Он еврей, так сказать, зоологически, ну, знаете, до полного расизма я доходить не хочу. Я считаю, что действительно есть влияние, даже когда человек не хочет. Если он из ультраеврейской среды, если он отталкивается от родителей, которые как-то с этим были связаны, если он пытается сформировать свой образ, исключая из него как раз все еврейское, то тут все понятно. Где это у Маркса? Маркс даже на заводе Энгельса ни разу не был. Поэтому такой общий теоретик практически, да? Вот Энгельс был всяком практическим, но он уж точно нееврейский. Так вот, ну, смотрите, мы же сейчас не будем с вами уходить в проблему и что? Нееврей Энгельс, слава богу, вот он практический. Да, обычный немец. Владелец некой фабрики многократно в письмах Маркса просил посетить эту фабрику, но товарищ не заинтересовался. Знаешь, он сказал, что я буду говорить на рабочий. А? он сказал, что я буду говорить на рабочий. Не важно, что он сказал, важна какая степень практического тут. Так вот, но не важно, это в конце концов личные проблемы. Просто сама по себе еврейская мысль Германии, уж если этот вопрос возникает, что такое была германская реформация? Еврейская, естественно. Для начала это надо было как-то выйти из Гетта. Дальше выясняется, что надо бы желательно знать язык окружающего населения. Дальше. Просто я только не входил в программу, пожалуйста, мне это не жалко изложить. Что дальше происходит? Дальше происходит такая вещь. Начинается реформация. Как это? Прежде всего отказ от еврейского языка, поэтому и переводим. Как Лютер фактически поступает, естественно, Мендельсо. Переводим все на немецкий язык. Что мы делаем дальше? Дальше мы говорим, что Иерусалим у нас находится там, где мы находимся. Поэтому вместо Синабуга у нас появляется такая вещь, которая называется темпель. Дальше мы говорим, но в храме же можно играть на музыкальных инструментах, значит, мы ставим орган туда, все нормально. Вот дальше выясняется, что все дети, значит, соответственно, Мендельсона и внуки в итоге крестились, и от них ничего не осталось, даже запаха. В ответ на это начинается движение неортодоксии. Эта неортодоксия создает, значит, свои, значительно более еврейские всякие вещи, в частности, литературу. И если литература вот этих людей, типа Мендельсон и его последователей будет там что-нибудь, типа красавица из Толена или доктор из Мадрида, то у этих будет Раби Бихай. Появляются две линии немецкого, так сказать, то, что называется Юдишенавеллен. Затем появляется в середине XIX века Висошавдос Юдентонс, который пытается найти, даже параллельно с этой Юдишенавеллен, который пытается найти Золотой век в Испании. Изложение всей этой теории вы легко найдете Евгения в Игуде Бен-Галевен. Это она и есть, вот эта самая теория. Затем говорится о том, что еврейство это даже больше знания, чем вера. И вот это развитие идет, тогда появляются и философы, тогда появляются и всякие теоретики там еврейства и так далее. А в это время, то, что я говорю, в Восточной Европе, это все никто в упор не видел. Там развивается хасидизм со страшной силой. Но это же из Германии это видится как полный мрак, как протест народных масс против угнетения виленским кагалам, который не дает людям там учиться и доступ куда-то. То есть сама тематика тоже, вот если мы говорим о еврейской философии, здесь надо искать не принципы, кто похож на Маймонида, а кто похож на Аристотеля, или похож на Аристотеля на Маймонида и наоборот, а надо искать тематику, как это ни странно. Я никогда как бы сам не занимался такими делами, как сравнение еврейских дел с армянскими или еще какими-то, то есть там, где надо строить национальные какие-то вещи, но я думаю, что вы на сегодняшней Украине можете видеть, что творится, когда люди пытаются придумать. Это про то, что люди живут на своей территории, а туда они не пришли. Украинцы там на тысячу лет, на две тысячи лет их никто оттуда не убирал, им никто не менял религию, у них не было никакого холокоста, и так далее. Посмотрите, что творится, люди не могут себе создать. Даже в балтийских государствах, извините, есть большие проблемы с созданием этих искусств. Нет, почему? Нет, поговорить можно, просто тут есть вопрос. Скажем так, надо идти, видим эти процессы общие, они вот создания национальных государств, национальными идеологиями, историями и так далее, и что считать тогда своей философией, что считать? Именно национально. Поэтому это важнейшая проблема. Я сейчас, ну как сказать, не хотел бы в эти все подробности вдаваться, потому что надо, чтобы немножко время прошло, слишком близко, вот то, что сейчас происходит. Вот, и очень многое и придумывается, делается для конкретной политики, делается еще там для чего-то. Вот, иногда это хорошие бизнес-проекты, против которых тоже ничего не имеют. Вот, ну и извиняюсь, крайне искусственная идеология Евросоюза вообще всего. Такой жириновский Евросоюза товарищ Сарказин уже сказал, что не надо больше допускать грубых ошибок с приемом восточноевропейских стран. Эх, как год назад бы это сказать, а? Эх, как бы сказать год назад. Вынесли бы вперед ногами. А вот не подписали парочку ихних договор соответствующих, и все. Поэтому я сейчас действительно не хочу, темп слишком большой идет изменений, а главное, что в самой большой Европе, которая себя Европой считает, там создаются национальные государства. Вот там что возникает. Поэтому если мы сейчас начнем смотреть, как будут у нас отдельные, значит, будут франки себя начнут восстанавливать, какие-нибудь ломбардцы, какие-нибудь там бургундцы, вот тогда мы посмотрим. Надеюсь, что пока этого нет, но тем не менее. Поэтому в данном случае еврейскую эту философию надо соотносить вот не так, как мы говорим, христианство, иудаизм, например, помните, как он сказал, крокодий Бетсон, что любит говорить, это в двух малышненьких городочках происходит, а то во всем мире. Все время идет перекос. Вот сейчас при создании национальных вот этих идеологий надо решить, в какое место вообще этих философий. Может быть, такого рода университетская философия вообще должна быть спокойно помереть, может быть, это должны быть значительно более практические вещи. Но для этого мы с вами должны, извините, выйти из постмодернизма и политкорректности. Вот когда мы из нее выйдем, а то она, там уничтожается предмет философии просто. Я не могу ничего определенно сказать. Каждое понятие зависит от структуры моего высказывания. А структура моего высказывания зависит от моего дискурса. А мой дискурс зависит от, значит, еще ряда стоящих дискурсов. Ничего нельзя сформулировать. В итоге надо молчать. Поэтому возможно, что то, что я вам рассказывал именно с еврейским, то, что философом происходило, вполне отражает общую ситуацию. Ничего страшного. И в общем-то, я не знаю, у вас могут быть разные ощущения, конечно, от этого всего, но на меня в свое время произвел очень сильное впечатление чтения такого тома, который вышел в Белостоке, который назывался «Белорусские идеологии». Например. Вот это было, да. Там было все. На латыни, на русском, на литовском, на польском, на любом. Вот и четыре назад. Вот и все. Я говорю, вот эти тома осторожно с ними. Это что будет у нас? Белоруссия, часть княжества литовского? А может, это не княжество литовское, а может, это Польша, а может, это что-нибудь еще, да? Вот же, где происходит проблема. Сколько этажей, проблема именно в этом. А у евреев что получается? Есть одна абсолютная вещь. Почему возможна еврейская философия в этой ситуации? Ну, потому что, слава тебе Господи, все-таки источник общий. Один. Я имею в виду, понятно, да, писание? И поэтому на нем всегда можно как-то переформулировать. Далеко не каждый народ что-то подобное имеет. Большинство народов, уж если об этом говорить, она имеет своды фольклора, созданные в 70-е годы до 19-го века по немецким образцам. Вот, собственно, структурно, как это было все сделано. Поэтому, насколько это важно для становления государства, может, вообще не важно. Это надо решать. Но это вопросы, мне кажется, культурологии, политологии, а не не общих вопросов философии. Вот скажем так. Еще есть какие-нибудь соображения нехорошие по этому поводу? Есть, нет? Можете что-нибудь спросить. У нас еще минут 15-20 есть. Вряд ли в Германии проблема евреев будет через Достоевского решаться. Ну и так далее. Поэтому я действительно выделил вот этот кусок. Он чем интересен? Тем, что все люди между собой контактируют, тексты связаны, понятно, как это все идет. Только поэтому. Вот. Так что можете еще что-нибудь спросить. На самом деле, я вам серьезно говорю, что сама сейчас нет философии Европы для начала. Потому что входят не народы, а входят территории, которые неким образом отделялись от разрушившей империи. Мало ли там еще за что мы будем бороться. Будем обсуждать, что такое Вышград, как эстонцы любят это делать, да там, еще что-нибудь подобное. Зачем это нужно? Это как бы для философии это не важно, остальное пока политика. Вот. Что же касается значит, соответственно, евреев, то встает еще один теперь вопрос, уже сегодняшний, который никто не решает. А что делать еврейским общинам в современных европейских странах? Ведь одна из главных проблем евреев после образования Израиля была как? так называемая двойная лояльность, да? То есть Израиль и своей стране. А тут появляется у нас двойная лояльность, еще, например, Евросоюзу в каком-то общем виде. Плохо в том, что это всегда приводит к одному и тому же. Откуда обвинение в предательстве при фронтовой полосе? Откуда? Вы все евреи сначала, а граждане стран потом. Да, вы стреляете друг в друга с разных сторон, но при этом вы в чем-то общее. Вот где плохо-то. Плохо со стороны евреев, а тех, кто на них смотрит. Плохо со стороны Советского Союза, который вводил там для евреев всякие законы вследствие вот этой вот нелояльности. Потому что вы в любой момент можете уехать, вам что-то можно доверять государственные секреты. Хорошо, плохо. Если мы сейчас говорили просто у меня вот такое ощущение, у меня такое ощущение, нет уж, извините. Мы же не живем в постмодернистских государствах, мы живем в постмодернистских идеологиях, а государство абсолютно реальполитик. И оно решает свои проблемы именно таким путем. И вот как, например, мы будем предположим относиться к такой истории, когда вот была замечательная сцена, когда во Франции Ширак перед выборами решил закрыть еврейские бойни, затем посетил мусульманскую предползму. Они сильно отличаются по способу так сказать, убоя, жестокости и всего остального? Конечно, нет. Но когда уже, например, в Страсбург начинают из Германии возить там кошерное мясо, то это какое отношение к нашему президенту? Что значит, хорошо, плохо? Очень хорошо, если у нас есть возможность привести. Прекрасно. Но я же говорю об отношении сейчас государства. Значит, встает вопрос. Вот тогда появляются вопросы, которые сегодня обсуждаются. Израиль – это еврейское государство или государство евреев? Америка, американская еврейская община имеет отношение к Израилю или нет, когда уже даже там правнуков нет. А ты в хорошо или плохо? А что, ценностные критерии где-то в этом? Я просто говорю о том, что вот были те вопросы, и они вот так решались, а сегодняшние я не вижу пока ясно. Ну, каких-то таких постановок решений, думаю, что из-за постмодернистской позиции. А что было когда-то в мире, что были такие жестко-национальные территории без людей, которые принадлежат той и другой, тех же евреев, которые уже другие были. Так это и были проблемы? Правильно? Другие евреи когда-то называются? Нет, но евреи, к сожалению, связаны с мессианским. Вот это уже философский вопрос. С мессианскими проблемами, которые волнуют уже христиан, так скажем. Если римская церковь общая, а там в этом православной церкви поместные, то там могут быть совершенно разные отношения к этому делу. Почему это? Все это прописано же многократно. Я же сейчас говорю о чем? Что мы попали в совершенно новую ситуацию. Вместо империи появились такие вот формирования не очень понятного пока свойства. Я не знаю, по ощущениям вас это просто зависит туристы. Германия почувствовала немножечко другое. Я почувствовала некоторое напряжение не по отношению, например, то есть... Значит, в условиях отсутствия празилитизма, в условиях того, что необходимо сохранять. Я вчера про Бубера говорил, что идеалом синтеза, так сказать, еврейства является кровь. Это не кровь народа. Это кровь надо, чтобы мессия была с коленом Давидова. Вот в этой ситуации появляется возможность включения своего третьего слоя в рассуждение. Вот что здесь появляется. Когда я могу вставить в аристотелевскую логику, талмудическую, не для того, чтобы решать, похож Маймонит на Аристотеле или нет, или там какие-нибудь еврейские схоласты, случайные испанские, похожи ли на христианских схоласты. Важно, о чем они рассуждают и какие у них источники. В христианской философии это будут античные философы, евангели и богословия. У евреев он может это все включать совершенно спокойно и иметь свое дополнительное, а может не включать. Вот чем это определяется. Я специально сказал, что основная часть этих наших посиделок посвящена язык у этого делает. И вот когда мы видим, что это написано на другом языке, нам что-то становится ясно. Пока, значит, вот что это за проблема русско-еврейской литературы? То же самое вопрос. Что, русский читатель не может прочитать поэтом? Может. А что, русский читатель не может прочитать? Может. И ему сказали, что это замечательная русская поэзия. Да пусть остается. Это его точка зрения. Но если он не понимает степень, так сказать, именно сугубо еврейскости этих текстов, то также он не понимает степень сугубой еврейскости этой мысли. Если человек не хочет этим быть, я еще раз говорю, я очень далек от российских позиций. Пожалуйста, вперед. Пусть рассуждает о чем угодно. Но когда, например, городские сумасшедшие где-то открывают предположим дифференциальные исчисления в колхозе, или, например, богословствуют, называют, а наши дорогие физики в институте Вейцмана желают физически при помощи теории большого взрыва объяснять Тору, то одни это христианские люди, это еврейские люди, а дифференциальные исчисления в колхозе открывают кто угодно, кому это нужно. Пожалуйста, как же это? Просто мы настолько привыкли называть, потому и говорят, еврейская мысль, на что я большая у меня первая лица, и письмо, или слово, а не литература и философия. Никакой любви к мудрости до 18 века у евреев не просматриваться. Потому что были другие источники, другие цели, другие задачи, и другие авторитеты. А все остальное было влияние. Вот о чем речь идет. А вовсе не о зоологии как таково. А если кто-то хочет их читать как общечеловеческую ценность вперед, и пусть мне объясняют, как когда-то мне объяснял Сергей Сергеевич Аверинцев, что про от вторника и до субботы одна пустыня пролегла в Монгельштаме, что тут ничего нет. Ну, для него нет, пожалуйста, он может читать эти стихи как угодно. Я знаю, что бывает от вторника и до субботы. Вот и все. Поэтому я прочту таким вот образом, и от того, что я написал книжку про еврейские источники Монгельштама, совершенно ни для кого ничего не может измениться. Но объясняю тебе нынешнюю ситуацию. Когда мы стали спрашивать у людей, которые там знали Надежду Яковлой и так далее, как она знает,